Всех приветствую на своем канале, и это четвертая серия по игре World of Subways. Сегодня мы снова поедем на желто-синем маршруте, совершив обратный рейс от станции 33-я улица на Манхэттене до станции Journal Square в Джерси-Сити с заездом к станции Hoboken в одноименном городе. Ждем загрузки. Сейчас мы с вами находимся на станции 33-я улица, и над нами небоскребы Манхэттена. Также над нашей станцией пересекаются, собственно, 33-я улица, 6-я авеню и Бродвей. Если идти по Бродвею дальше, то можно дойти до его пересечения со следующей, 7-й авеню и 42-й улиц. Это пересечение называется Тайм-сквер, одна из самых знаменитых площадей Нью-Йорка. Но наш поезд будет двигаться в противоположную сторону от Тайм-сквера, в сторону 9-й улицы и Кристофер-Стри. Любопытно, что станция 33-я улица в игре отображена не совсем достоверно. Так, прямо перед собой мы видим глухую торцевую стену, хотя в реальности отсюда есть выходы на 30-ю и 29-ю улицы. То есть у станции есть входы с двух сторон. Один на 33-ю, второй на 30-ю и 29-ю улицы. Причем эти выходы со станции – это результат того, что в свое время станцию переносили, для того, чтобы дать более удобное местоположение станции Нью-Йоркской подземки. После же того, как станцию передвинули, она начала располагаться очень близко к 28-й улице. В результате чего 28-ю улицу пришлось закрыть. То есть между 23-й и 33-й была еще 28-я улица, станция. Ее в итоге пришлось закрыть, потому что буквально вот здесь у нас вы видите остатки станции 28-я улица. То есть располагалась она прям совсем рядом с 33-й. Таким образом были переговоры между муниципалитетом, той системой метрополитена и системой метро ПАД, которая тогда еще не была ПАД, а называлась Hudson & Manhattan Railway. И каждая из сторон, которая была заинтересована в перемещении станции, заплатила Hudson & Manhattan Railway, то есть оператору нашей системы, по 250 тысяч долларов. Тем самым компенсировав ее расходы на перенос станции и также ее убытки, которые она понесла из-за того, что фактически 33-я улица долгое время не работала. Наш метрополитен, система ПАД, частично охватывает окраину Миттауна, как раз заходя на 33-ю и 28-ю улицу. Но дальше, по мере ухода от Миттауна, плотность застройки будет снижаться. Этажность застройки будет снижаться. И в районе 9-й и Кристофер-стрит вполне себе можно будет увидеть даже трехэтажные или пятиэтажные дома, где будут проживать люди. То есть это будет обычный жилой район на Манхэтте. А если идти дальше, то есть не как наша линия поворачивает в сторону Джерси-Сити под рекой Кудзо, а идти прямо, то плотность и этажность застройки снова будут возрастать. И таким образом можно будет дойти до другого делового центра, тоже расположенного на Манхэтте. И в этом деловом центре будет находиться станция World Trade Center, как раз находящаяся рядом с Всемирным торговым центром. Так что даже на Манхэттене есть места с низкой плотностью застройки. Хотя большая часть Манхэттена, как я уже говорил, это многоэтажные, в том числе многоэтажные жилые дома. И, например, между 28 и 14 улицей вполне себе будут встречаться дома с большой этажностью, похожие на наши многоквартиры. Как я уже раньше говорил, между системой Метропад и системой Нью-Йоркской подземки существуют переходы. Не всегда эти переходы удобные. Но надо понимать, что сообщения между этими системами делалось так, что приходилось переходы одной системы как бы уже пристраивать к действующим станциям и переходам другой системы. Поэтому пересадки иногда действительно получались длинными и неудобными. Кстати, один из моих зрителей очень резонно обратил внимание на местоположение станции 9-я улица. Она расположена не здесь, а должна располагаться за поворотом, куда сейчас смотрит наш поезд. Любопытно, что такой резкий поворот – это следствие того, что когда-то оператор системы метро Hudson & Manhattan Railroad планировала также продление этой линии в другие части Манхэттена. То есть здесь должно было быть вилочное движение. И при этом соединения линий должны были быть выполнены на одном уровне. То есть как обычная трамвайная развязка. А не так, как это было выполнено в метро-треугольниках в Джерси-Сити, которые, как вы помните, окружают станцию Павоньян-Юборн. Почему решили упростить конструкцию данной развилки? Это легко объясняется тем, что, как я напомню из прошлой серии, рядом с туннелями метропад уже на тот момент проходили туннели нью-йоркского метрополитена. И получалось так, что сделать какие-либо дополнительные углубления и вписать туннели в уже существующую систему было невозможно. Бывали, конечно, прецеденты, когда некоторые системы между собой интегрировались. Даже железная дорога Лонг-Айленда до 1918 года имела связи с нью-йоркским эстакадным метро. Но в случае с системой метропад и системой нью-йоркского метрополитена операторы двух систем так и не смогли договориться. Поэтому надлежащей интеграции из этого, увы, не получилось. И все продления системы метропад куда-либо в сторону Манхэттена так или иначе упирались в то, что то там, то там были проложены либо туннели метро нью-йоркской подземки, либо просто не давали это сделать другие причины. То есть сложная геология или уже устоявшаяся система улиц, где на тот момент строили новые небоскребы. Поэтому можно сказать, что в рамках Манхэттена система метропад постольку-поскольку собирает пассажиров скорее с нью-йоркской подземки и дальше увозит их уже в сторону штата Нью-Джерси под рекой Гуцо. А мы с вами тем временем уже покидаем Манхэттен и движемся под реку в сторону штата Нью-Джерси. Обратите внимание на гермоворот. О гермоворотах я уже как-то говорил, но вот вы, собственно, смогли их увидеть. Гермовороты существуют и в реальной системе, то есть здесь, в принципе, разработчики ничего не напутали. Хотя насчет достоверности полного расположения гермоворот в некоторых случаях у меня возникают сомни. Но так или иначе в игре они присутствуют. Также проезжаем вот ту самую грустную пасхалку, про которую я говорил опять же в прошлой серии, и движемся под рекой Гуцо. Вообще, как я уже тоже говорил в предыдущих сериях, не только в третьей, но и до этого, что система Метропад в свое время стала очень мощным конкурентом для паромных переправ наравне с автомобильными туннелями и мостами. И я бы хотел немножко рассказать о судьбе паромного транспорта в штате Нью-Йорк и штате Нью-Джерси на сегодняшний день. Потому что, казалось бы, в свое время паромы из этого региона исчезли практически полностью. Хотя их история до появления железных дорог была очень даже богатой. Первые паромы между Нью-Йорком и Нью-Джерси, а также разными частями Нью-Йорка стали появляться еще в 1600-х годах. То есть это были обычные частные суда, которые работали по регулярным маршрутам, перевозили людей, потому что две реки, реки обширные, а людей возить надо. И все больше и больше в этот бизнес вовлекалось компанией. Потому что по мере роста что города Джерси-Сити, что Нью-Йорка спрос на переправу рос. Не мудрено, что такой востребованный бизнес привлекал инновации. В 1800-х годах, ну ближе, конечно, уже к середине, скорее к 1850-м годам, между Нью-Йорком и Нью-Джерси пошли первые классические пароходы с колесами по бокам. С двух сторон они имели погрузочные-разгрузочные ворота и трапы, чтобы перевозить не только людей, но и многочисленные конные повозки. Тогда еще автомобилей не было. Мостов для перемещения автомобилей и рельсового транспорта тогда еще тоже не было. Многие мосты начали строиться к 1900-м годам только-только, поэтому паромы играли достаточно большую роль. Ну, с появлением метро ПАД в 1910-х годах, со строительством мостов и туннелей в 1920-30-х, количество паромов стало сокращаться. Естественно, что не только система метро ПАД сыграла в этом роль и автомобили, но и система нью-йоркского метро, которая, в свою очередь, связывала уже Манхэттен с Бруклином, а также Квинсом. Поэтому паромы исчезли с двух сторон Манхэттена. Исчезали они плавно, потихоньку уступая свое место трамваям или автобусам. И дошло все до того, что в районе Манхэттена остался один единственный паром. Это паром до острова Стейтен-Айленд. А дело все в том, что паром до Стейтен-Айленда представлял собой наиболее быструю связь между Манхэттеном и Стейтен-Айлендом. В то время как, если бы было необходимо двигаться по сети автомобильных мостов, это бы занимало куда большее количество времени. А с учетом того, что в 60-е годы уже на дорогах стали появляться пробки, многие жители предпочитали пользоваться именно паромной переправой. А мы с вами прошли несколько стрелок, тем самым миновав один из метро-треугольников. И сейчас мы уже находимся в штате Нью-Джерси, двигаясь к станции Хобобкер в одноименном городе. Место это знаковое с точки зрения истории паромного транспорта, потому что именно отсюда ушел последний паром до Манхэттена в 1967 году, оставив единственным в регионе паромом паром Стейтен-Айленд. Хотя в начале 20-го века разных маршрутов речного транспорта в регионе существовало 147. Насчет парома оставшегося в регионе, то есть парома Стейтен-Айленд, любопытно, что он работал и продолжает работать 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, то есть круглосуточно. И в 90-е годы также была организована возможность бесплатной пересадки с парома на метро и автобусы, а также на железную дорогу Стейтен-Айленда. А вот с системой бесплатных пересадок на другие водные маршруты, включая систему городских паромов, интеграцию наладить так и не получилось. Приходится платить за пересад. И, кстати, насчет ночных паромов тоже стоит сказать, что после того, как Стейтен-Айлендский паром остался единственным в регионе Нью-Йорка, он тоже подвергся определенным сокращениям. Так, из-за финансового кризиса было отменено ночное движение паромов практически на 11 лет, с 1975 по 1986 год. Предпринимались и более радикальные попытки урезать расходы на данный вид транспорта, то есть отменить все внебиковые рейсы. Но вот это решение не продержалось и двух недель. Из-за протестов жителей Стейтен-Айленда. Кстати, еще 1986 год можно считать годом возрождения паромов в Нью-Йорке. Потому что именно в этом году частная компания New York Waterway начала осуществлять рейсы между Ви Хокеном, северным городом-соседом Хобокена, и Мидтауном в Нью-Йорке. К слову, Мидтаун – это пространство между 59-й и, пожалуй, 28-й улицей. Это деловой район на Манхэттене, где расположены небоскребы с многочисленными офисными зданиями, кинотеатрами, развлекательными центрами, автостанциями, многочисленными станциями метро. И, как вы поняли, наша система метро тоже доходит до Манхэттенского Мидтауна, заходя на его окраину в районе 33-й улицы. А мы, тем временем, за этими приятными разговорами до Хобокена, доехали до станции. Что означает, что нам пора сменить кабину и направление движения, чтобы отправиться в сторону Journal Square. Кстати, как я говорил в прошлой серии, Хобокен является крупным транспортно-пересадочным узлом, куда подходит линия трамвая Jersey City, метро ПАД, электрички компании New Jersey Transit, автобусы, как городские, так и междугородние, а также паромы до Нью-Йорка. То есть практически все виды транспорта, как они были еще в 1930-м, когда в США наблюдался расцвет систем общественного транспорта. А это пульт управления дверьми. Напомню, что двери в нашем составе открывает кондуктор, сидящий в четвертом или пятом вагоне. Так вот, если двери нужно открыть со стороны кабины, то он сидит в своей кабине. А вот если двери находятся с противоположной стороны, то кондуктор выходит... И дальше идет к вот этому пульту управления. Вставляет ключ в специальный разъем, активирует этот пульт, и дальше кнопкой открывает двери, следя за тем, чтобы никого не прищемить, с помощью форточки, которая открывается. Любопытно также, что на этом пульте есть лампочки. Эти лампочки как раз и показывают, закрыты двери полностью или все-таки контакт дверей не замкнут. Система простейшая и довольно-таки архаичная. Но такая продолжает использоваться в нью-йоркском метрополитене, а также в системе метропат и еще в ряде метрополитенов США по сей день. А еще из интересного про систему метропат можно сказать, что здесь есть интерактивные настенные спидометры в реальности. Их устанавливают перед стрелками, и они показывают машинисту скорость движения его состава. Это делается для того, чтобы машинист, когда подъезжает к стрелкам, еще больше снижал скорость и проверял показания спидометра. То есть прямо на стене видно табло, которое показывает скорость вашего поезда, и дальше табло вырисовывает 8 миль в час и так далее. Кстати, стрелки по отклонению проходятся в реальности со скоростью именно 8 миль в час, а не 15, как заявлено в игре. Хотя про 33-ю улицу, от которой мы уехали, я могу сказать еще один забавный факт. В свое время между ней и вокзалом Пенн Стейшн в Нью-Йорке была целая подземная пешеходная галерея, проходящая практически целый квартал под обычной дорогой. То есть порядка 300 метров точно. Но эту галерею впоследствии закрыли из-за того, что долгое время на ее обслуживание экономили, и она так или иначе стала приходить в упадок. А учитывая неспокойные 70-е и 80-е в Нью-Йорке, в этой галерее поселились многочисленные бомжи, наркоманы, и частенько там стали происходить разного рода преступления. Тем более, поскольку на транспорте в те годы сильно экономили, не занимались ни обустройством этого туннеля, ни чисткой вентиляции. И в итоге одной из причин закрытия этой пешеходной галереи стало, только вдумайтесь, неудовлетворительное санитарное состояние. Но эта подземная галерея существует и сейчас, хотя она уже используется только как технический проход. А если вам надо пересесть с системой метро ПАД на вокзал Пенстейшн, то вы можете пройти по земле. Что, кстати, не так уж и сложно, учитывая, что 300 метров это, ну, конечно, не близкое расстояние, но нельзя сказать, что это сделать очень тяжело. Ну, а мы, наверное, поговорим еще немножко о паромах. В частности, о паромах в Хобоке. Ближе к 90-м годам паромы связали уже Хобокен с Нью-Йорка. На рынке на этот момент появились и другие игроки, занимающиеся речными перевозами. Но вы можете спросить, а чем же паром так привлек пассажиров? Ведь, как мы уже поняли, есть метро. И от Хобокена до Манхэттена можно добраться на системе метро ПАД. Зачем нужны в данной ситуации паромы? А я могу сказать, что паромы набрали своих пассажиров ввиду целого ряда. Паромы от Вихокена, когда они только начинали ходить, были фактически единственной транспортной опцией, позволяющей добраться до Манхэттена без пересадок. Как вы помните, метро в Вихокен не заходит, а трамваи в этом городе появились лишь в 2000-х. И то охватывали дальнюю от побережья часть. Поэтому паромы стали, можно сказать, транспортом пешей доступности для людей, живущих около реки Вудзо. Тем более не стоит забывать, что если раньше паромы выполняли самостоятельную функцию, то сейчас паромы зачастую включают в стоимость билета еще и стоимость поездки на бесплатном автобусе-шаттле, который отвозит людей от причала и до нужной точки, то есть, допустим, до центра Манхэттена, до Миттау. А бывают билеты, включающие в себя интеграцию с тарифным Нью-Нью-Джерси. И тогда человек, воспользовавшись паромом, имеет право бесплатной пересадки на трамваи или автобусы, например, города Джерси-Сити или того же Вихуки. А еще, учитывая наличие многоразовых абонементов. Иными словами, чем чаще вы пользуетесь паромом, тем меньше вы за него платите. А если у вас есть карточка жителя того или иного района, то вы тоже ее можете предоставить в кассу и тем самым получить скидку на билет. И вся эта система, она по сути своей получается... И тем самым эта система получается более привлекательна, потому что она становится практически равна поездке на метро. Но предоставляет зачастую даже больше опций в плане пересадки. Таким образом, сеть паромного транспорта и вот этих мультимодальных поездок получается шире. К тому же, нельзя забывать, что паром это красиво. И это удобно жителям реновированных доков. Как я вам говорил, что многие промышленные доки в свое время были реновированы. И на них были построены офисные, либо жилые районы. И таким образом, паром зачастую получается в пешей доступности для жителей таких зданий. И для работников офиса. То есть, водный транспорт дал импульс развития бизнесу и жилых районов. А еще, учитывая наличие бесплатных автобусов, подвозящих к парому, а также комбинации билетов с пересадками, система маршрутов, как я уже сказал, сформировалась шире, чем в метро. А цены получились эквивалентными, ну, либо не сильно дороже, чем на метро. И, разумеется, еще в паромах привлекает их красота. Всегда интереснее, даже с эмоциональной точки зрения, путешествовать с видом на небоскреб, чем ехать в металлической трубе, где ничего толком нет. Ну и нельзя, конечно же, не отметить, что есть компании, не занимающиеся обслуживанием регулярных маршрутов, а предоставляющие, например, чартерные рейсы для работников различных предприятий, находящихся около риги. То есть, работодатель может позвонить в эту компанию и заключить с ними договор впоследствии. о перевозке части своих сотрудников с задействованием вот этих вот порогов. commanding. This is the shore-square train. May-south will be shore-square. Send your left to doors. CRY, LOS, МНО. Как видите, система Метропад – это лишь одна из транспортных опций. Наравне с автобусами, движущимися по подводным туннелям под рекой Гудзон, а также с многочисленными порогами. И эта система транспорта интересна тем, что в случае каких-то нештатных ситуаций один ее элемент вполне себе может помогать и компенсировать другой из элементов. Так уже бывало неоднократно. Например, во время блэкаутов, то есть когда в Нью-Йорке или в части Нью-Джерси отключалось электричество из-за аварий на электростанциях, паромы не раз и не два выручали систему Метропад. Так же было и во времена терактов 11 сентября, когда была запущена компенсационная паромная переправа. Касается Нью-Йоркского метро, паромы тоже помогали этому метрополитену. Когда бывали сильные ураганы, которые разрушали эстакады метрополитена, паромы опять же в какой-то степени компенсировали закрытые участки системы Нью-Йоркской подземки. Если что-то случалось с паромами, то на помощь могли всегда прийти автобусы. А бывали случаи, когда, например, работники Нью-Йоркской подземки поставали, и на помощь приходили работники системы метропад. Так, например, был организован временный маршрут между 33-й улицей и станцией World Trade Center. То есть маршрут проходил под Манхэттеном с 33-й по Кристофер-Стрит, дальше пересекал реку Гудзон, следовал до станции Павонья-Ньюпот. После Павонья-Ньюпот он шел к станции Exchange Place и от Exchange Place возвращался на Манхэттен, но уже в сторону World Trade Center. Учитывая, что прямые линии метро под Манхэттеном не работали, жителям Нью-Йорка была предоставлена хоть какая-то транспортная альтернатива. И вот этим именно и ценны не только паромы, но и разные виды транспорта, что они могут предоставлять различные транспортные области. И как раз к 80-м годам это стали понимать. Поэтому паромное сообщение в части своей стало датироваться, а часть работает даже на самоокупаемости. И жители многих районов согласны заплатить чуть больше, но при этом доехать с красивыми панорамными видами и дальше не с несколькими пересадками на метро, а на одном единственном автобусе Шаттл, который едет бесплатно. Собственно, вот такое у нас с вами вышло рассуждение сегодня, а мы приближаемся к нашей конечной станции, Джорнл-Сквэр. Погода у нас сегодня отменная, светит солнышко, середина дня, просто замечательно. Единственная ошибка, в реальности нас должны подавать совершенно на другой путь. Путь, который подходит к платформе, где останавливаются поезда красного маршрута, следующие дальше, до Ньюарк, чтобы обеспечить удобную и быструю кроссплатформенную пересадку. С нашего поезда на другую. Но, как я уже сказал, не везде и не всегда игра полностью достоверно отображает некоторые детали работы системы метро. А вот и конечное. Спасибо всем за внимание, спасибо всем, кто смотрел данное видео. Увидимся в следующей серии.